Последний весенний месяц принес жителям Тверской области жаркую погоду, а начало лета стало более дождливым. Чего ждать от погоды в первую неделю июня и какие прогнозы дают синоптики на грядущее лето в нашем следующем материале. Май подарил жителям Верхневолжьи неустойчивую погоду. Первая половина последнего весеннего месяца оказалась достаточно прохладной, а вторая принесла почти 30-градусную жару. Многие тверичане в это время открыли купальный сезон. Так, 31 мая в Твери был побит температурный рекорд плюс 30 градусов. Осталось на выходе выше нормы немного. Количество осадков тоже было больше нормы. То, что вот такие у нас неустойчивые периоды весенние, это довольно-таки характерно для нашей области. Довольно-таки характерно. И не так давно. Это и 10-й год, это и 14-й год, когда конец мая был довольно-таки жарким. Ничего такого экстраординарного не произошло в мае 2024 года, скажем вот так. А вот начавшаяся рабочая неделя уже не будет такой жаркой. Во вторник ожидается около 26 градусов тепла. В последующие два дня температура будет колебаться в районе 23-28 градусов. А к концу недели столбики термометров покажут около плюс 25. Кроме того, наш регион продолжит находиться в зоне пониженного давления. В отдельных районах ожидаются ливневые дожди. Поэтому, выходя из дома, не стоит забывать взять с собой зонд. С середины апреля месяца, скажем вот так, и в летний период характерно образование кучи дождевой облачности, которая характерна точечными ливневыми осадками. Где-то может быть, где-то может не быть, где-то будут более сильные, где-то будут, скажем, покапало, где-то вообще не покапало, скажем вот так. Но вот летние грозовые дожди разной интенсивности могут быть. Ну и, естественно, грозы, при грозах под кучей дождевой облачности может быть усиление ветра. Что же касается трехлетних месяцев, то, по прогнозам Гидромедцентра России, температура ожидается около средних многолетних значений по количеству осадков и температуре. Солнечные дни в начале лета будут сменяться дождями. Периодами на 2-3 дня возможно похолодание.